Доброе утро! Это новости в студии Анны Москаленко и начнем этот выпуск. Семь центров детских инициатив создадут на базе барнаульских школ. Современные пространства организуют по федеральной программе модернизация систем общего образования. В проект вошли школы номер 63, 50, 99, 75, 38, 110 и лицей номер 130. В них сделают капитальный ремонт и оборудуют помещения специальными средствами обучения и воспитания. В 50-й барнаульской школе создадут волонтерское движение, спортивный клуб туризма, клуб детского самоуправления, а также будут проводить мероприятия патриотической, духовно-нравственной и культурной направленности. Завершить все работы планируют к началу учебного года. Съемочная группа «Катунь-24» побывала в Слонешинском районе в рамках проекта «Открытые новости». Одна из самых популярных достопримечательностей этих мест – Денисова пещера. Интерес туристов и археологов с каждым годом к ней растет. Наш корреспондент Алина Пенигина посетила место, где хранится вековая история и узнала, где находится пещера и почему стоит к ней приехать. В последнее время туристы все больше интересуются Денисовой пещерой и посещают ее с экскурсиями. Место известно своей красотой и находками. За последние 15 лет археологи обнаружили здесь останки и фрагменты быта неандертальца, денисовца и людей современного типа. Денисовые пещеры – излюбленное место туристов, но мало кто знает, что недалеко от данной достопримечательности находится еще одно не менее интересное место – это стоянка древнего человека Карама, которая переводится как «черная мать». На этой территории жили люди палеолита первого периода каменного века. Стоянки больше 800 тысяч лет, а 350 миллионов лет назад здесь повсюду был океан. Поэтому ландшафт Карамы состоит из закаменевших останков морских животных. Под ногами сейчас находится вот такая роспись из распавшегося гранита. На гранитоиды он распадается, то есть на фрагменты, составляющие гранит. И потому что гранит стал рассыпаться, можно сказать о том, что он под воздействием воздуха находится больше миллиона лет. Дорога от Карама до Денисовой пещеры занимает 20 минут. Многие туристы считают, что пещера находится глубоко в горах, и до нее трудно добраться. Это заблуждение. Она стоит буквально на обочине Уськанской трассы, которая ведет в Горный Алтай от села Солонешное. От него до Денисовой пещеры ехать около часа. Научно доказанный факт – именно в этом месте 120 тысяч лет назад произошло скрещивание неандертальца и алтайского денисовца. В пещере были найдены останки девочки Дени. Научные исследования показали, ее мать относилась к неандертальцам, а отец был денисовцем. Возраст Дени от 5 до 7 лет. Проведем мы сейчас вот так параллель вот сюда, на уровне 11.2 слоя. И вот видите, такое углубление. Вот примерно здесь была найдена фаланга этой девочки. Первая. В 2008 году был найден косточка маленькая, самые крайние вот этой косточки, мизинчика. Известно, что ген денисовца помогает выживать в высокогорьях. Кстати, в русском человеке всего полпроцента такого гена. А вот у филиппинцев, как ни странно, целых 7. Денисова пещера настолько уникальная находка, или комплекс, точнее, находок. И я считаю, что люди, которые интересуются историей, культурой и, в принципе, которые стремятся к развитию, им было бы очень интересно здесь побывать, потому что понимание развития человека и человечества, расселение человека по планете Земля, и в частности, по территории Евразии и современной России, в корни поменяли. Благодаря микроклимату пещеры, останки доисторического человека сохранились в таком состоянии, что ученые могут рассмотреть нити ДНК. Раскопками в Денисовой пещере занимаются археологи Новосибирской академии наук. В этой горе находится еще одна пещера, ее называют пещера Сурка. Длиной она 107 метров. Денисова пещера в прошлом году вошла в список, всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители Солнишевского района уверены, на их земле еще много неоткрытых мест, о которых веками слагают легенды. Здесь еще сохранилась действенная природа, которая таит бесконечное множество историй. Алина Пенигина, Новости. И на этом у меня все. Хорошего дня!